Льготная ипотека закончилась. И что теперь? Автомобильные номера с российским триколором станут обязательными. Что это значит? И будут ли штрафы за непослушание? И россияне стали щедрее. Кому они дают самые большие чаевые? Обо всем подробнее расскажем прямо сейчас. Это новости экономики. Здравствуйте. С этой недели, с понедельника в России завершилась льготная ипотека. Теперь под 8% годовых новостройку по госпрограмме уже не купить. Известия со ссылкой на участников рынка недвижимости писали, что за 4 года действия льготной ипотеки новостройки в стране подорожали в 2-2,5 раза. Но продажи даже при этом росте все равно были ажиотажными. Татарстанские регистраторы подсчитали, что с 2020 года с начала программы татарстанцы оформили более 42 тысяч льготных ипотек. Большая часть приходится на договоры долевки свыше 35 тысяч. Далее идут договоры купли-продажи более 5 тысяч. А в этом году с января по июнь Росреестром в республике зарегистрировано без малого 8 тысяч льготных ипотек. 1 июля завершился только один из видов ипотек с господдержкой. Известно, что многие граждане, используя льготную ипотеку, приобретали недвижимость с целью инвестирования. Однако для обычных граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, продолжают действовать другие госпрограммы. Например, семейная ипотека, которую продлили до 2030 года, бессрочная сельская ипотека, IT-ипотека. Также предлагают расширить льготные ипотечные кредитования для учителей и работников оборонного комплекса. Одним словом, есть разные госпрограммы, которые рассчитаны на разные категории граждан. Флаг с российским триколором станет обязательным для автомобильных номеров. Пишет об этом коммерсант, ссылается на документ. Поправки к стандарту знаки государственной регистрационной транспортных средств. Они разработаны научным центром безопасности дорожного движения МВД. Сейчас при постановке на учет ГИБДД выдает госномера с триколором. Но если номера утеряны, испорчены, автовладельцы могут сами сделать в специализированных организациях дубликаты с флагом или без. Вариант без флага обычно дороже на 300-500 рублей. Его заказывают те, кто выезжает на авто за границу. Будут ли штрафовать автовладельцев за номера без триколора, когда поправка вступит в силу, мы спросили у автоюриста. Использование изображения флага России на государственных регистрационных знаках в данный момент не является обязательным. Номерные знаки должны содержать разрешенные буквы, цифры и обозначения региона регистрации транспортного средства. Обязательным является наличие на номере выпуклой латинской надписи «РУС». А вот изображение флага разрешено использовать дополнительно. Если на номере есть буквы, цифры и надпись, но нет флага, это не является нарушением, и привлекать водителей к административной ответственности недопустимо. Сейчас в МВД прорабатывается вопрос обязательного изображения государственного флага Российской Федерации на регистрационных знаках автотранспорта. До конца 2024 года необходимые изменения должны быть внесены в ГОСТ в знаки государственных регистрационных транспортных средств номер 50-577-2018. Трое из четырех посетителей кафе и ресторанов оставляют чаевые. Узнали от аналитики «Суперджоб». Они провели большой опрос и увидели, что щедрость покупателей неравномерная. Если в ресторанах 74% гостей считают нужным отблагодарить персонал, таксистам дают чаевые 60% клиентов, курьерам 44%, то парикмахерам и автозаправщикам только каждый третий. Суммы тоже разные. Самые щедрые чаевые оставляют в отелях примерно 400 рублей, к слову, год назад было 450 рублей. А вот в кафе и ресторанах стали оставлять больше 300 рублей сегодня против 280 прошлогодних. Подросли суммы благодарности и в парикмахерских. Сейчас 240 рублей, было 215. Средние чаевые таксисты чуть снизились со 130 рублей в прошлом году до 120 сегодня. Автозаправщикам, автомойщикам по-прежнему оставляют примерно 100 рублей на чай. Пока это все новости экономики. Спасибо, что были с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин